Обо всем этом подробнее чуть позже, а сейчас новости здравоохранения. ВИЧ занимает второе место в Приворском федеральном округе. Зарегистрировано почти 29 тысяч зараженных вирусом иммунодефицита человека. Самые неблагополучные территории – это Орск, Гай, Новотроицк, Оренбург. В последнее время отмечено увеличение числа ВИЧ-инфицированных женщин при обладании полового пути передачи вируса. В настоящее время разрабатываются программы на 2012-2014 годы по профилактике заболевания, мониторингу со ситуацией, созданием условий для палиативной и хосписной помощи больным СПИДом. Проблема существует, проблемы серьезные, социальные, очень значимые. И хотя бы еще и по той причине, что все-таки это молодежная прослойка, это будущее нашей страны. Поэтому мы и проводим такие мероприятия, они необходимы. В Министерстве здравоохранения Оренбургской области состоялся брифинг на тему реорганизации медицинских учреждений. На вопросы журналистов ответил заместитель министра здравоохранения области по экономическим вопросам Александр Криволапов. Он сообщил, что согласно новому федеральному закону, с 1 января 2012 года изменяется полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан. В настоящее время в Оренбургской области работают 62 государственных и 74 муниципальных лечебных учреждений. С нового года все больницы перейдут в областное подчинение и будут являться государственной собственностью Оренбургской области. С 1 января 2012 года полномочием субъекта будет являться организация оказания медицинской помощи на территории области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи за исключением медицинской помощи, которая оказывается в федеральных медицинских учреждениях. К ведению органов местного самоуправления будет относиться создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района либо городского округа. В Министерстве здравоохранения создана рабочая группа по передаче в государственную собственность муниципальных учреждений здравоохранения. Утвержден соответствующий план мероприятий. По мнению специалистов, это позволит усовершенствовать систему финансирования больниц и более эффективно их использовать. Очередное заседание Комитета по здравоохранению законодательного собрания области было посвящено реализации программы модернизации по выплате дополнительных надбавок медицинским работникам. Сегодня определен перечень, в который вошли узкие специалисты амбулаторно-поликлинического звена. Всего 4 425 человек по области. Врачам определены надбавки в 5300 рублей, медсестрам в 2600 рублей. Депутаты предлагают расширить список сотрудников, которым будут выплачивать надбавки по программе модернизации. Доступность и качество обслуживания нашего населения принимают участие все работники лечебного учреждения от регистратора и заканчивая всех узких специалистов. Поэтому мы должны сегодня определиться, как это правильно сделать, чтобы никого не обидеть.